В Доме правительства при участии представителя экспертного совета Госдумы состоялся круглый стол по теме «Субъекты России о своевременности разработки комплексной федеральной программы медицинской помощи и лекарственного обеспечения пациентов с редкими заболеваниями». Альбина Ламкова продолжит тему. Профессиональную дискуссию с насыщенной повесткой обсуждений вопросов Организации медпомощи и лекарственного обеспечения орфанных заболеваний организовали Комитет по здравоохранению и социальной политике Народного собрания Республики при участии в Министерстве здравоохранения. А инициатором обсуждения выступил экспертный совет по редким заболеваниям при Комитете Государственной Думы России по охране здоровья и Национальной ассоциации организации больных редкими заболеваниями «Генетика». Всем присутствующим представили результаты проведенных ими исследований на обсуждаемую тему, а также предложения в организации дальнейшей работы, учитывая и правовую сторону вопроса. Президент одной из крупнейших зонтичных поэценских организаций России Национальной ассоциации организаций больных редкими заболеваниями «Генетика» Светлана Каримова отметила, что редкие заболевания должны стать одним из приоритетов нашей национальной политики страны. Необходима все-таки вот такая национальный план, стратегия, и из нее вытекающая такая федеральная программа комплексной помощи, потому что помощь необходима не только по лекарственному обеспечению, она также необходима и в социальном направлении, и в разработках, и в диагностике. То есть проблемы цепляются одна на другую. И вот мы как раз с 2020 года, уже начало 2020, начали свои конецки по регионам Российской Федерации. В настоящее время Минздравом России зарегистрировано около 270 орфанных заболеваний. Но только по 28 из них пациенты учитываются в федеральных регистрах. При этом, как отмечали участники-эксперты, неверно думать, что такие заболевания проявляются в детстве. Обнаружиться они могут до 80 лет. Депутат Государственной Думы, профессор-председатель экспертного совета комитета Госдумы по охране здоровья по редким заболеваниям Александр Румянцев отметил, что до некоторых пор лечение подобных болезней было симптоматическим. Понимание же того, что каждое фанное заболевание может включать в себя до пяти генных мутаций, дает возможность продвигаться в исследовании их причин, а значит и в их лечении. При этом, чем раньше заболевание выявлено, тем легче с ним бороться. Практически ни один регион не имеет возможности самостоятельно ставить диагноз из-за отсутствия необходимых лабораторий. Поэтому пациентам приходится лететь в Москву. Депутат Народного собрания республики Хасан Хубиев предложил выйти с инициативой создания центра диагностики на территории СКФО или ЮФО. Очень правильно Александр Григорьевич сказал. Есть заболевания, которые носят здоровье угрожающий характер, а есть заболевания, которые носят жизнеугрожающий характер. Ряд арфанных заболеваний, большинство из них, это жизнеугрожающие позиции, которые мы должны обеспечить некрасными препаратами. Кадим Шаманов в своем выступлении сообщил, что в республике количество лиц, страдающих заболеваниями, включенными в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни граждан и их инвалидности, 160 человек. Рекорственное обеспечение одного человека с таким недугом составляет около 20-40 миллионов рублей. Это непосильная нагрузка на региональный бюджет. Кроме того, регистры по 243 арфанным заболеваниям не ведутся, поэтому финансовые потребности больных не учитываются, что также становятся проблемы. Выходом в такой ситуации могла бы стать передача затрат на медицинское обслуживание таких граждан на федеральный уровень. Альбина Ламкова, Максим Долгов, Вести Карачаева, Черкесия.